Хотелось бы мне быть уверенной, что мои прогнозы, которые я высказывала на прошлом нашем штабе, не оправдаются, что с 5 числа у нас не будет наблюдаться роста этой инфекции, что мы действительно проведем свои праздники правильно в семейном кругу, не будем проводить массовые мероприятия. Но, однако, все так, как я и говорила, данные ПИТ-анализа за последние 5-6 дней характеризуют ситуацию по новой коронавирусной инфекции как нестабильную. Идущую вверх, число обратившихся в лечебные учреждения республики, одна треть из которых позитивные по коронавирусной инфекции. То есть от количества обратившихся треть населения с короной, с коронавирусной инфекцией. Кроме этого, в республике Абхазия зарегистрированы случаи повторной реинфекции, два из которых, как я говорила, у медицинского персонала. В настоящее время медицинский персонал всех лечебных учреждений работает на пределе своих возможностей. Ввиду того, что заболевания регистрируются по всей территории республики Абхазия. И как вы слышали из доклада министра здравоохранения, все районные ЦРБ перегружены. Две центральные больницы не имеют таких стационаров. Они работают в режиме приема пациентов и выезда, оказания лечебной помощи в домашних условиях, что довольно-таки затруднительно. Основная часть населения до сих пор недооценивает угрозы потерь от этого заболевания. И не задумывается, что государство изыскивает со всех сфер дополнительное финансирование для обеспечения оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. То есть, чтобы оказать пациенту, обратившимся в лечебное учреждение, назначить ему лечение и он отправится домой. И для соответствующей адекватной помощи в стационарах. Так, стоимость лечения с тяжелой формой возрастает до суммы 200-300 тысяч на одного тяжелого пациента. Кроме этого, естественно, медицинский персонал, осуществляется его нехватка и он довольно-таки измотан, скажем так. Все медики не оставляли оказания медицинской помощи в выходные, в праздничные дни, свои посты. Естественно, уже просто ранее принятое распоряжение президента Республики Абхазия было лояльно и основывалось на рекомендациях. Может быть, в ноябре месяце 2020 года ситуация и такими мерами была стабилизирована, а также с помощью как бы медицинского персонала Республики Абхазия, а также и Российской Федерации нам тогда оказывали довольно-таки мощную помощь россияне, контролировалось и наблюдалось даже снижение этого заболевания. Поэтому стали возможным обсуждение вопросов возвращения наших детей в школы, в детские дошкольные учреждения и так далее. Однако же факты, которые я держу перед собой, за сутки было выявлено 169 вновь зарегистрированной коронавирусной инфекции, из которых 12 случаев среди детей. То есть дети участвуют в утренниках, новогодних мероприятиях, естественно проконтактировали и получили это заболевание. Да, я понимаю, что у детей проходят довольно-таки без серьезных осложнений, не нанося вред организму у ребенка, так как нашим, например, пожилым гражданам. Но, однако же, дети начинают болеть, и это дает нам звоночек, естественно, принять соответствующие меры. Проведенные массовые мероприятия до Нового года и проведение новогодних праздников, а также большой наплыв туристов из всех регионов Российской Федерации, привели к новому подъему заболеваемости. Лечебные учреждения, которые осуществляют первичный прием пациентов и забор биоматериала, не справляются с таким количеством обращений. Медикаментов, эффективных при коронавирусной инфекции, в аптечной сети практически уже нет. Их очень трудно достать, найти и так далее. Естественно, даже легкие формы заболевания будут отягощаться, да еще и климатические условия, погодные, которые мы видим за окном нашего учреждения, естественно, не способствуют разобщению граждан. Наоборот, загоняют людей в помещение, создается скучность, возможность передачи вируса большему количеству лиц. Соответственно, предложения Государственной санитарно-эпидемиологической службы следующие. Выйти с предложением на законодательные органы Республики Абхазия об установлении штрафных санкций на объекты, не выполняющие требования профилактики новой коронавирусной инфекции. Например, ввести штраф до 50 тысяч рублей при отсутствии в объектах общественного питания на входе автоматических диспенсеров для обработки рук, количество столов, когда зашкаливает больше, чем позволяет площадь этих помещений, наличие в посадочных залах ультрафиолетовых рециркуляторов. Их можно было за этот период приобрести всем объектам общественного питания, и не только общественного питания, но всем парикмахерским и так далее и тому подобное. То есть это не такой большой дефицитный товар и не такой дорогостоящий для них, как они получили, скажем так, прибыль за проведение праздничных мероприятий. Поэтому, если у персонала отсутствует защита, то есть наличие щитков, наличие перчаток, вот все, что я перечислила выше, я считаю, что необходимо такие объекты, штрафовать руководители таких объектов, хотя бы наполнив бюджет республики. Проводить контроль за общественным транспортом, если в транспорте находится человек без маски, не разрешать выезд на рейс, накладывать штраф на водителя. Особенно прошу, как бы, внимание обратить на маршрутные такси. Почему? Потому что довольно-таки маленькие, скажем так, воздушное пространство и одного носителя этой инфекции достаточно, чтобы все в маршрутном такси, доехавшие от центрального рынка до нового района, получили свою дозу вирусной нагрузки. Сократить работу центральных рынков до трех дней в неделю. Продуктовые магазины обязать контролировать соблюдение масочного режима и количество посетителей. То есть, если это маленький магазинчик, его должны посещать не более двух посетителей. Если это большой магазин, точно так же выдерживается должно социальное расстояние. Все эти меры мы с вами проходили, но теперь должен руководитель этого объекта нести ответственность за то, что у него в объекте это не соблюдается. Предлагаю провести полную ревизию аптечной сети, независимо от формы собственности. Как осуществляется работа в этих учреждениях, имеется ли у персонала полная защита от гриппозных и ОРЗ заболеваний. При отсутствии точно так же накладывать штраф или приостанавливать деятельность. Должны быть все аптечные учреждения, обеспеченные точно так же ультрафиолетовыми рециркуляторами. Это объекты повышенной опасности эпидемиологической. Туда собирается все население республики, которое в настоящий период времени чувствует себя плохо, то есть заболело. Поэтому, значит, при маленьких торговых залах, если нет возможности соблюдения социального расстояния, обслуживание посетителей производить на улице через, ну как ночные аптеки работают, через окна. Обязать продавать лекарственные средства только по назначению врача. В свободной реализации должны быть только витамины и БАДы. Почему? Потому что аптеки начали работать уже как лечебное учреждение. При обращении пациента выдается полный спектр и антибиотиков, и противовирусных средств и так далее, которые при коронавирусной инфекции неэффективны. До сих пор наша медицина не знает специфического лечения коронавирусной инфекции. Также прошу зафиксировать, что аптечные сети должны вводить доставку медикаментов по заказам, как объекты общественного питания. Эта процедура проводится и в Российской Федерации, и я не думаю, что в Республике Абхазия это невозможно. Точно так же можно устраивать телефоны горячей линии и доставку медикаментов осуществлять надо. Провести проверки всех школьных учреждений на наличие ультрафиолетовых рециркуляторов, антисептиков, создание соответствующего микроклимата в учебных классах, а также начать подготовку по делению классов на минимальное количество детей. Если к февралю месяца у нас стабилизируется ситуация по заболеваемости, то можно уже будет говорить о том, что младшие классы мы можем там как-то... Но работу по началу запуска надо уже с сегодняшнего дня начинать. Также прошу довести до населения через СМИ о приеме биоматериала. Сейчас лаборатория будет работать в ограниченном режиме. Мы будем отслеживать только биоматериал от пациентов с симптоматикой. То есть по желанию лаборатория сейчас в настоящий момент работать не может. У нас есть платная лаборатория. Если человек хочет обследоваться по желанию, желательно направлять его туда. Почему? Потому что за субботу в лабораторию было доставлено 750 проб. Как вы знаете, лаборатория работает на пределе точно так же своих возможностей. Мы имеем возможность отслеживать 500 проб. В субботу мы сделали 615. И то не освоили ту массу биоматериала, которая была доставлена из регионов республики. За воскресенье, я так думаю, что и за сегодняшний день у нас будут, конечно, довольно-таки тягостные рабочие дни. Хотя лаборатория работала точно так же, без выходных и без праздников. Но если эти меры не помогут, то я предлагаю ввести в республики полный локдаун. Всех посадить домой. Продолжение следует...